Для большинства наших современников слово ариец сейчас вызывает такую, знаете, реакцию зашуганной кошки. То есть слово ариец произносить не принято в социуме, да? Почему? Как вы думаете? Дискриминацией, нетелерантностью и так далее, да? Дело в том, что это, конечно же, средство массовой информации за последующие годы. Так вот, вернемся к арийской концепции, что арии, ариями назывались, вы не поверите, духовные люди в первую очередь. То есть люди, которые занимались самосовершенствованием. Если вы почитаете источники, то вот, например, наверняка вы слышали, Будда Шакьямуни был такой основатель буддизма. Но мало кто знает, и вообще об этом современные буддисты даже не говорят, что большинство текстов, которые сохранились с тех времен, они подписываются, очень многие тексты, конкретными фразами. Когда он читал какую-то проповедь своим ученикам, то последнее, что подписано по текстам, и он разъяснил им арийские истины. Понимаете? Это крайне важно. То есть это говорит именно о том, что арийцы были не какие-то чистоплюи, которые там всех там, да вы, там типа блохи и рабы, ни в коем случае, там схватки. К чему я это говорю? К тому, что именно на территории Арктеи, есть такое мнение, и существовала так называемая арийская раса, которая и была основательницей или держательницей йоги. Есть много источников на эту тему. Если вы почитаете, вот я вам рекомендую почитать книжку Алексея Васильевича Терехлебова, называется «Кощуный финис». Поэтому читайте, там первая часть книги, она посвящена именно истории культуры, которая была на этих территориях. Поэтому настоятельно рекомендую. Вторые книжки, которые рекомендую изучить по поводу былого России или того, что относится к концепции человека не как потребителя, а как человека делающего, творческого, творческого, это книги Григория Сидорова. Серия книг, сейчас три тома вышла, называется «Хронико-эзотерический анализ развития современной цивилизации». Сейчас вышло три тома, их можно купить в разных интернет-магазинах. И готовится четвертая. То есть я надеюсь, что успеет он четвертую книжку выпустить. Хотя по непроверенным данным на него сейчас завели против его книг два уголовных дела, потому что с точки зрения прокуратуры эти книги могут вызывать межнациональную рознь. Ну, если вы еще не знаете, то, по-моему, Новосибирский суд и Бхагавадгиту хотел запретить, то есть хотели сказать, что Бхагавадгита тоже является разжигающий национализм. Ну, по-моему, не получилось. Но вот на книге Григория Сидорова якобы завели тоже два уголовных дела. Поэтому пока возможно, купите, прочитайте, поверьте, вы удивитесь. Там хроника «Эзотерический анализ развития современной цивилизации». Григорий Сидоров. Более того, у него есть сайт, где вы эти книги можете скачать. Ну, по крайней мере, большинство глав, там, по-моему, первая, вторая книга их скачать можно, третью отдельные главы, а четвертая книга, по-моему, там начали выкладывать первые главы и четвертые книги. Поэтому прочитайте, вы, по крайней мере, узнаете альтернативный взгляд на ту концепцию, которая сейчас называется «История», которая продвигается в массах. Там через средства массовой информации, через школьные учебники.